Анна Ахматова Чернеет дорога Приморского сада «Людям моего поколения не грозит печальное возвращение», писала Анна Ахматова, «нам возвращаться некуда. Иногда мне кажется, что можно взять машину и поехать в дни открытия Павловского вокзала, когда так пустынно и душисто в парках, на те места, где тень безутешная ищет меня. Но потом я начинаю понимать, что это невозможно, что не надо врываться, да еще в бензинной жестянке хоромы памяти, что я ничего не увижу и только сотру этим то, что так ясно вижу сейчас». Анна Ахматова, «Про дому Суа». Николаю Владимировичу Недобровод Все мне видится Павловск холмистый, Круглый луг, неживая вода, Самый томный и самый тенистый, Ведь его не забыть никогда. Как в ворота чугунные въедешь, Тронет тело блаженная дрожь, Не живешь, а ликуешь и бредишь, Или совсем по-иному живешь. Поздней осенью свежий и колкий Бродит ветер, безлюдью рад, В белом иней черные елки На подтаявшем снеге стоят. И исполненный жгучего бреда Милый голос, как песня, звучит, И на медном плече кефареда Красногрудная птичка, сидит. Осень 1915. Царское село. «Прозаик, не любящий поэзию», Сказал в интервью журналисту газеты «Лелетфрансес» Константин Георгиевич Паустовский 13 декабря 1962 года. «Ненастоящий прозаик. Поэзия открывает нам в чистом виде Ценность слова. Она очищает язык от той грязи, Которой он покрывается При каждодневном употреблении». «Из-под каких развалин, — говорю, Из-под какого я кричу обвала, — Повторяла Анна Ахматова, Убеждаясь, как некогда Августин Аврелий, Из какой бездны приходится Взывать к тебе?» «А как ты думаешь, Сколько миллионов погибли у нас при Сталине?» — спросил Корней Ивана Чуковской у дочери. Она не знала. «У нас ведь страна огромная, Лагеря повсюду. Я не знаю, сосчитаны ли все лагеря, Не то что все люди. Кто ввел счет погибшим? И сохранились ли архивы? У них шесть миллионов, А у нас при Усатом тридцать. Отозвалась, помолчав, Анна Андреевна. «Когда мне говорят, Вы, наверное, тоже слышали Эту идиотскую фразу. Пусть так, Пусть выпустили, Пусть реабилитировали. Но зачем рассказывать об этом вслух? Зачем выносить ссоры за збы? Слышали?» Я всегда отвечаю. «Вот, Лидия Корнеевна, Берите и дарю, пригодится». Я всегда отвечаю. С каких это пор Тридцать миллионов трупов Стали ссора? Когда был несправедливо осужден Один человек, Дрейфус, Весь мир за него заступился. И хорошо. Так и надо. А тут тридцать миллионов Неповинных. Ссор. Лидия Корнеевна, Чуковская, Записки о Банне Ахматовой, 10 января 1963 года. Последняя роза. Вы напишите о нас наискосок, Иосиф Бродский. Мне с Морозовою Класть поклоны, С падчерицей Ирода Плясать, С дымом улетать С костра Дидоны, Чтобы с Жанной На костер опять. Господи, Ты видишь, я устала, Воскресать и умирать, И жить. Все возьми, Но этой розы алой Дай мне свежесть снова Ощутить. 9 августа 1962 Комарова В годы репрессий Реквием Анны Ахматовой Знали наизусть 11 человек И никто не донес. Сталинская полицейщина Развилась об Ахматову. Она победила всех. Слово поэта всегда сильнее Всех полицейских насильников. Корниев Иванович Чуковский Запись 24 ноября 1962 Константин Георгиевич Паустовский Мельком Упомянул, Что в Париже В газете Русские новости Видел объявление Магазина русских книг О продаже Машинописных версий Стихов Анны Ахматовой Как вы думаете, Спросила она подругу, Там, в Париже, В книжном магазине Мои стихи Это реквием Или что-нибудь другое? Если реквием, Мне предстоит Еще одно постановление ЦК. Третий Новые времена Не состоялись. Среди 50 гектографированных Стихотворений Отрывок из реквиема Не было. Так Правда не укрепляет Советский строй. Для кого это хуже? Для правды Или для строя? Из беседы Анны Ахматовой С Лидией Чуковской 26 мая 1963 Так не зря Мы вместе бедовали Даже без надежды Раз вздохнуть. Присягнули, Проголосовали И спокойно Продолжают путь. Не за то, Что чистой Я осталась, Словно перед образом Свеча, Вместе с ними Я в ногах Валялась У кровавой Куклы-палача. Нет, И не под чуждым Небосводом, И не под защитой Чуждых крыл Я была тогда С моим народом, Там, Где мой народ К несчастью Был. 1961 Новые времена Не состоялись. Сталинщина Отменена, Аштановщина В силе. Беды Скучают Без нас. Было опрометчиво Ожидать, Что работники Портаппарата КПСС, Штатные сотрудники И агентура Спецслужб, Люди с холодной головой И горячим сердцем Вдруг Раскаются, Прислушиваются К голосу Совести И, Обретя новое Самосознание, Инициируют Процессы Исцеления И пробуждения Нации. Такие нигде И никогда Не меняются Сами по себе. Поэтому Зовутся громко Номенклатура. Поэтому Вне иллюстрации Судебного приговора Преступникам О власти Покаяния Пустой звук. Эпиграмма Здесь Девушки Прекраснейшие Спорят За честь Достаться В жены Палачам, Здесь Праведных Пытают По ночам И голодом Неукротимых Морят. 1928 В начале Декабря 1962 Серый Кардинал ЦК Суслов И художник Серов Натравили Первого Секретаря КПСС Никиту Сергеевича Хрущева Сначала На австракционистов Затем На писателей И поэтов. Творческие Союзы Гусевых И Зелинских Книповичи И Лисичанских Расшаркиваясь В верноподданничестве Принялись Со стервенением Бичевать И заплечать Тех, Кто поверил, Что культ личности И ужасы Тридцать седьмого Остались Навсегда В прошлом А обидишь Словом Бешеным Станет Больно Самому Нет, Мне было Больно Прошло Неполных Семь лет После Двадцатого Съезда Семь лет Какой-никакой Оттепели Судьба Советского Человека И прежде Мало Зависела От его Слов, Мыслей, Поступков Сказал Посадят И не Сказал Посадят Написал Письмо Ежову В защиту Друга И ничего Не тронули Написал Множество Доносов Посадил Множество Людей А все равно Загребли И декабрьским Террором Пахнуло На людей Переживших Террор Тут я вспомнил Рассказ Своего Приятеля Б Тоже Побывавшего На встрече С интеллигенцией Я прошел Войну Перенес Артиллерийские Обстрелы Атаки Сам Случалось Подымался В атаку Но Такого Ужаса Как На этой Встрече В жизни Никогда Не испытывал И не от Криков Хрущева Он Кричал Эренбургу Не будет Вам Клуба Пэтофи Не надеетесь Ра 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 Раб Буржуазной Диалоги Раб Империализма Не от Хрущевского Бешенства А от Беснования Соседей Они Дорвались До Мести Зал Восторженно Аплодировал Хрущевской Ругань И чувство Было Такое Что Прони Кто Словечко Против Они Пустятся В рукопашную До смерти Забьют Кулачищами Разорвут Зал Жаждал Расправиться С теми Кто Поверил Двадцатому И двадцать второму Съезду Хрущев Наорал Безо всякой Причины На Вознесенского А одному Молодому Человеку Крикнул Эй вы Там У двери Почему Вы не аплодируете Ведя Очковская Записки Об войне Ахматова Двадцать шестого Мая Тысяча девятьсот Шестьдесят Третьего Года Кого Когда-то Называли Люди Царем В насмешку Богом В самом деле Кто Был убит И чью Орудие Пытки Согрета Теплотой Моей Груди Познали Смерть Свидетели Христовы И сплетницы Старухи И солдаты И прокуратор Рима Все прошли Там Где Когда-то Возвышалась Арка Где Море Билось Где Чермел Утес Их Выпили В вине Вдохнули С пылью Жарко И с запахом Бессмертных Роз Прожареет Золото И Истлевает Сталь Крошится Мрамор К смерти Все готово Всего прочнее На земле Печаль И долговечнее Царственное Слово 1945 Фонтанный Дом А суетно Анна Андреевна По-прежнему Больше всего Занимает Ее Судьба Их Стихов Завоевывающих Мир Медленнее Чем Ей Хотелось Бы Она Считает Себя Более Значительным Поэтом Чем Пастернак И Цветаева Ревнует Третье Постановление Чиновники Гусева Голова А вот Как Как и где Расстреливали Приговоренных Не Знаем Я Рядом 19 Сентября 1962 По-новому Мишиному Радио Слышала Конец Русской Обедни Из Лондона Ангельский Хор От первых Звуков Заплакала Это случается Со мной Так Редко Из Письма Анатолию Наймону 3 мая 1964 Жить При Сталине Можно Ведь Жили мы И Слушать И читать Словословие Сталину Тоже Можно Было Ведь Слушали мы И читали 30 лет А вот Теперь После всего Перенести Малейшую Хвалу Ему Вот Это Немыслимо Оскорбление Миллионов Сердец Живых И Мертвых Это Как нельзя Было Перенести Повторничество Сказала Анна Андреевна Когда Помните В 48 49 Году Начали Вторично Брать Тех Кто Вернулся После 37 Я знаю Среди Ожидающих Нового Ареста Было Немало Самоубийств Ожидания Вторичного Ареста Люди Перенести Не могли А мы Разве Можем Перенести Хвалу Сталину Снова После Обнародования Его Пыточных Резолюций Мне Вспомнилось На новом Этапе На данном Этапе На прежнем Этапе И еще Выражение Партия Своевременно Разоблачила Лидия Чуковская Записки Об Ани Ахматовой 21 Декабря 1962 Чернеет Дорога Приморского Сада Желты И свежи Фонари Я Очень Спокойная Только Не надо Со Мною О нем Говорить Ты Милый И Верный Мы Будем Друзьями Гулять Целоваться Стареть И Легкие Месяцы Будут Над Нами Как Снежные Звезды Лететь Март 1914 А Знаете Что Со Мною Случилось Недавно Проговорила Анна Андреевна Весело Проговорила Даже Шутливо Включаю Я Как-то Мимоходом Радио Слышу Вдруг Своё Имя И Месье Англ Жданов Это Французы Передают Что Китайцы Передают Что Жданов Относительно Злодейки Ахматовой Был Совершенно Прав И напрасно Её стихи Переиздаются Сейчас Ревизионистами В Советском Союзе Вы только Представьте Себе Я Одна И Против Меня Шестьсот Миллионов Китайцев Лидия Чуковская Записки Об Анне Ахматовой 21 Октября 1963 Года Ты Научила Меня Верить В Бога И Любить Россию Николай Гумилёв Христианство Своей Необычайно Глубокой Психологией Связывало Искупление С раскаянием И исповедью Это Равно Относится К лицу И к целым Народам Надо Было С совести Русской Не только Раскаяться В любви В силе И забиячеству Военной Империи В гордости Штыками И суворовскими Бойнями Но и Привести Это К слову Надо Было Ей Исповедаться И С исповеди Начинается Её Пробуждение Александр Иванович Герцен 1831 1863 Помнули? Конечно Помню Я помню Всё В этом И есть Моя казнь Опять Подошли Незабвенные Даты И нет Среди них Ни одной Непроклятой Но Самой проклятой Восходит Заря Я знаю Колотится Сердце Не зря От Звонкой Минуты Пред Бурей Морскою Оно Наливается Мутной Тоскою На Прошлом Я Черный Поставила Крест Чего Ты Хочешь Товарищ Зюит Вес Что Ломится В комнату Липы И клёны Гудит И бесчинствует Табор Зелёный И к брюху Мостов Подкатила Вода И всё Как тогда И всё Как тогда А в мраморном Крайне Пусто Окно Там Пью Я с тобой Ледяное Вино И там Попрощаюсь С тобой Навек Мудрец И безумец Дурной Человек 1944 Лето Фонтанный Дом Анна Ахматова Мастер Исторической Живописи Здесь Самая Суть Её Творчества Корне Ивана Щуков Сути Читая Ахматова Суть Её Творчества В этом Пронизывающем Любое Переживание Историзм Оттого И актуальна Поэзия Анны Андреевны Ахматовой И сто Лет Спустя Ведь Наша Жизнь При отсутствии Честной Прессы Так Разъединена Что каждый Из нас Близорук Различает Ясно Только Тех Кто Рядом И только То Что Рядом В стране Лишенной Общей Памяти Объединяющей Людей В стране У которой Украдена Литература И история Опыт У каждого Человека У каждого Круга У каждого Слоя Свой Ограниченный Отдельный А страна Огромна И опыт Всей страны Не подытожен Не соединён Не собран Хуже Оболган Подытожить Наш опыт Опыт Страны Сказала Анна Андреевна Да на это Потребуется Ещё Столетие Не менее Мёртвые Молчат А живые Молчат Как мёртвые Иначе Рискуют Тоже Превратиться В мёртвых Лидия Чуковская Записки 5 июня 1962 Порешили Люди Умные Наше Дело Сторона Бег Времени Что войны Что чума Конец им виден Скорый Их приговор Почти Произнесён Но кто Нас защитит От ужаса Который Был бегом Времени Когда-то Наречён 1961 Из-за меня Погибает Молодёжь Разве Я могу Это Выдержать За что Я ведь Их только Оглаживаю Объясняю Что теперь Лучше Стало Я ведь Хрущёвка Хрущёв сделал Для меня Самое Большее Что может Сделать Один Человек Для Другого Вернул Мне Сына Но из-за Меня Погибают Чужие Сыновья Мои Стихи Губят Людей Мои Письма Губят Я ни с кем Не должна Переписываться Никому Отвечать Я заметил А стоит мне Ответить Корреспондент Смолкает Каждый раз Теперь понятно Почему Только за границу Мне дозволено Отвечать Чтобы там Упаси бог Не подумали Будут там Ни чинят Препятствия В переписке А внутри Я не должна Писать Никому Никому И что за Судьба моя Ни у кого Такой нет Из беседы Анны Ахматовой С Лидией Чуковской 21 декабря 1962 И она заклинала Словно Саму Судьбу Заклинание Из тюремных Ворот Из Заохтинских Болот Путем Нехоженным Лугом Некошенным Сквозь Ночной Кордон Под Пасхальный Звон Незваный Несуженный Приди Ко мне Ужинать 15 апреля 1936 Ленинград 31 мая 1964 года В музее Маяковского На Таганке Состоялся Первый После постановления 1946 года Вечер Анны Ахматовой Зал был Переполнен Слово взял Жермунский Затем Арсений Тарковский Слушатели Стояли В проходах Владимир Корнилов Прочел Своё Анне Ахматовой Ваши строки Не весёлые Как российская Чета Но отчаянно Высокие Как молитва И мечта Отмывали душу Дочисто Уводя от суеты Благородством Одиночества И величием Беды Потому-то В первой юности Только-только Их прочёл Вслед Не думая Об участи Заколдованный Пошёл Век дороги Не прокладывал Не проглядывалась Мгла Бога не было Ахматова На земле Поэзия Напрягла До высшего Духовного Средоточия Сердца Его современников И ближайших Потомков После его Кончины Долг Напрягать И очищать Приняла на себя Поэзия Ахматовой Лидия Как тени Чтобы не быть Ни в Москве Ни в Ленинграде Дача Утопала В цветах Телеграммы Шли потоком Поздравляли Писательские Организации Все Кроме Ленинградского Отделения Вы разве Не замечали Что поэты Не любят Стихи Своих Современников Поэт Носит В себе Собственный Огромный Мир Зачем Ему Чужие Стихи В молодости Лет 23 24 Любят Стихи Поэтов Своей Группы А потом Уже Ничьи Не любят Только Свои Остальные Не нужны Они Ощущаются Как Лишние Или Даже Враждебные Из беседы Анны Ахматовой С Лидией Чуковской 6 Мая 1940 Среди Других Была И телеграмма Без подписи Но Слово Его Все Едино Ибо Поэзия Не дробится Ни в Поэтах Ни на Поэтов Она Во всех Своих Явлениях Одна Одно В каждом Вся Так же Как по существу Нет поэтов А есть поэт Один и тот же С начала И до конца Мира Сила Окрашивающаяся В цвета Данных времен Племен Стран Наречи Лиц Проходящая Через ее Силы Несущих Как река Теми Или иными Берегами Теми Или иными Небесами Тем Или иным Дном Марина Ивановна Цветаева Эпос И лейка Современной России Поэты Знают Об этом Не повторяй Душа Твоя Богата Того Что Было Сказано Когда-то Но Может быть Поэзия Сама Одна Великолепная Цитата В новых Строках Ахматовой Горькое Дуновидение Вечности Почти Осязаем Это Сильные Стихи Большой Впечатляемости Наравчатов Из-за Из-за Открытых Писем Открытых 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 Морького И Павловска Нет Страннее Всего Что Я Почти Все Это Знала Когда Росла Там В юности Я Говорила Что Не Могу Понять Как Люди Жили Во Время Войны И Террора Париж Как-то Чудом Уцелел Но Туда Не Пускают Фонтанный Дом Тоже Не Пускают А Я Там Жила 35 лет 1960 Анна Ахматова Про Дома Заболеть бы как следует, В жгучем бреду повстречаться Со всеми опять, В полном ветра и солнца В приморском саду По широким аллеям гулять. Даже мёртвые нынче Согласны прийти, И изгнанники в доме моём, Ты, ребёнка, за ручку ко мне приведи, Так давно я скучаю о нём. Буду с милыми есть голубой виноград, Буду пить ледяное вино И глядеть, как струится Седой водопад На кремнистое влажное дно. Весна 1922. Она плохо ходит даже с палкой, Иногда что-то недослышивает, Но лицо её не по старушечему Красиво и значительно, Ум свеж и остроумие не блекнет. Запись Гладкова от 20 июня 1964 года. Вошёл Владимир Георгиевич с букетом ландышей, Анна Андреевна взяла их у него из рук, Нашла стакан и, ставя ландыши в воду, сказала нам, Утром я здесь лежала на диване, А кругом цветы, цветы, Совсем как мёртвая. Лидия Чуковская записки 24 мая 1940 года. Сначала Анна Андреевна не могла спуститься с нашей лестницы, ей почему-то представилось, что ступеньки начинаются от самых дверей квартиры и я никак не могла убедить её пересечь лестничную площадку. Наконец я свела её с лестницы. Когда мы пересекали Невский, совершенно в эту пору пустой и только что ступили на мостовую, Анна Андреевна спросила у меня, как всегда, «Теперь можно идти?» «Можно», сказала я и мы сделали ещё два шага к середине. А теперь вдруг закричала она таким высоким страшным нечеловеческим голосом, что я чуть не упала и не сразу могла ей ответить. Наконец, по фонтанке мы дошли до её ворот, они оказались запертыми. Я тщетно толкалась в них плечом, вглядывались сквозь ограду в темноту двора, отыскивая дворника, никого. И вдруг оказалось, что калитка ворот отперта. Мы благополучно миновали занимательный вход, а у неё на лестнице снова мученьки. На площадках она не верит, что это площадки, хочет идти не как по ровному месту, а как по ступенькам и пугается. Наконец, дверь её квартиры. Она вставила ключик в скважину, и тогда оказалось, что дверь не заперта. Это её тоже испугало. Мы вошли вместе. Она шла по коридору, на ходу зажигая свет ванной, в кухне. Я доставила её до дверей комнаты. Лидия Чуковская, записки о бане Ахматовой. 4 февраля 1940 года. Летний сад. Я крозам хочу в тот единственный сад, где лучшая в мире стоит и заград, где статуи помнят меня молодой, а я их под Невскою помню водой. В душистой тишине жду царственных лип, мне мачт корабельных мерещится скрип, и лебедь как прежде плывёт сквозь века, любуясь красой своего двойника. И замертво спят сотни тысяч шагов, врагов и друзей и врагов, а шествию тени не видно конца, от вазы гранитной до двери дворца. Там шепчутся белые ночи мои о чьей-то высокой и тайной любви, и всё перламутром и яшмой горит, но светоисточник таинственно скрыт. Запись Давида Самойлова 10 июля 1965-го Видел Анну Андреевну, она проездом из Англии, в углу комнаты на Ордынке, мантия Оксфордского доктора. Рассказывает о встречах с людьми, которых не видела полстолетия. Одни из них так изменились, что страшно, другие совсем не изменились, это ещё страшнее. В силе остаются ваши прошлогодние слова. Главное – это величие замысла. Из письма Анны Ахматовой Иосифу Бродскому, 12 июля 1965-го года. Сознание, что и в нищете, и в бедствиях, и в горе она – поэзия, она – величие, она – а не власть, унижающая её, это сознание давало ей силы переносить нищету, унижение, горе, хамству и власти, она противопоставляла гордыню и молчаливую неукротимость. Лидия Чуковская. Записки. 5 июня 1962-го года. Тот город, мною любимый с детства, в его декабрьской тишине, моим промотанным наследством сегодня показался мне. Всё, что давалось в руки, что было так легко отдать душевный жар, молений, звуки и первой песни благодать, всё унеслось прозрачным дымом и стыло в глубине зеркал. И вот уж а невозвратимым скрипач без носа заиграл. Но с любопытством иностранки, пленённой каждой новизной, глядела я, как мчат сосанки, и слушала язык родной, и дикой свежестью и силой несчастье веяло в лицо, как будто друг от века милый сходил со мною на крыльцо. 1929-й. Царское село. Ушла я со съезда вся зацелованная. На меня кидали столпы девицы-дам с поцелуями и криками. «Вы спасли мне жизнь!» Не понимаю, что случилось. Я и раньше ведь бывала на съездах. Но в те годы, наверное, они ещё боялись. Думали, за это на них сразу наденут кандалы. Из беседы с Чуковской 13 марта 65-го года. У меня склубился не то двойник, не то оборотень, который мирно прожил в чём-то представлении все эти десятилетия, не вступая ни в какой контакт со мной, своей истинной судьбой и т.д. Невольно напрашивается вопрос «Сколько таких двойников или оборотней бродит по свету и какова будет их окончательная роль?» Анна Ахматова автобиографическая проза. Она создала свою единственную, неповторимую, единственную в мире новую гармонию и внесла её в мир. Чем новее это её гармония, тем менее она с первого взгляда претендует на новизну. Новизна. Новизна Ахматовской новой, воистину новой гармонии, ошеломляет тем, что читателю, кажется, эти звуки были всегда, слова были всегда. Само собой, разумеется, так, а как же иначе? Иначе и не скажешь. А что, если разгадка тайны Ахматова-Пушкин тут и кроется, т.е. где-то неподалёку, возле? Лидия Чуковская. Записки. 13 марта 1965 года. К стихам. «Вы так вели по бездорожью, как в мрак падучая звезда. Вы были горечью и ложью, а утешением никогда». 15 ноября 1965 года с Анной Андреевной Ахматовой случился третий тяжёлый инфаркт. 3 марта 1966 года Ольшевская и Найман сопроводили поэтов в специальный послеинфарктный санаторий под Москвой. Ехали двумя машинами, пригласили медсестру из отделения, где лежала Ахматова. Доехали, несмотря на сравнительно длинную дорогу и поломку в пути, без приступа. Санаторий был для привилегированной публики, с зимним садом, коврами и вышкаленным персоналом. К этому зданию вели широкие ступени полукругом, упиравшиеся в белую колоннаду. Мы медленно по ним поднялись. Она огляделась и пробормотала. Ляне Дерниер Амариенбад. Последний год в Мариенбаде. Анатолий Найман. Рассказы об Анне Ахматовой. Пятого марта 1966-го в присутствии врачей и сестер, пришедших снять кардиограмму, Анна Андреевна Ахматова скончалась в Домодидовском санатории под Москвой. Какой короткой сделалась дорога, которая казалась всех длинней. Путешествие подошло к концу. Он застонал и невнятно крикнул «Ласточка, ласточка, как мне больно!» Живые руки того, кто есть поэт, один и тот же с начала и до конца веков, припоручили ее бытию наилучшего из возможных миров. В то время я гостила на земле, мне дали имя, прикрещенье, Анне. Из дневника путешествия «Стихи на случай» Светает это страшный суд, и встречи горестней разлуки, Там мертвой славе отдадут меня твои живые руки. О кончине поэта было объявлено по радио. Власти распорядились обустроить похороны как можно скорее. Советские писатели опасались демонстрации какой-либо аналогии с последними днями Александра Сергеевича Пушкина. Отпевание по православному обряду и прощание с Анной Андреевной Ахматовой состоялось 10 марта 1966 года. Чистейшего звука высокой власти. Путь поэта, путь от эстетического к этическому и религиозному обоснованию нравственного выбора был завершен. Противостояние Ахматовой Сталину, противоборство мира совести и свободы с карцерной системой, навязанной обществу произволом и беззаконием родоплеменной власти организованных и вооруженных мерзавцев продолжалось. Продолжается оно и сейчас. На площадях, в кабинетах следователей, в социальных сетях и в медийном пространстве. Идет та же охота на душу, самосознание человека. И когда с городских постеров снова улыбается усатый оберпалач, нельзя сказать, что Ахматова, Магельштам, Цветаева, Пастернак победили. Верх одерживает карцер. Воинствующего и правительствующего мещанства. А, вот они чего захотели. Чтобы не было в прошлом массовой облавы на людей. Не сохранились бы в народной исторической памяти миллионы попусту загубленных жизней, а были бы отдельные частные ошибки отдельных следователей, приведшие к отдельной гибели отдельных лиц. 1937 год, как образец гуманности и справедливости. Нет уж, от меня не добьются. Из беседы с Лидией Корнеевной Чуковской, 15 января 1963 года. Если плещется лунная жуть, город весь в ядовитом растворе, без малейшей надежды заснуть, вижу я сквозь зеленую муть, и не детство мое, и не море, и не траур, не сбрачный полет над грядой царско-сельских нарциссов в тот какой-то шестнадцатый год, а застывший навек хоровод над могилами твоих кипарисов. 1928 В 1962 году я закончила поэму без героя, которую писала 22 года. Прошлой зимой, накануне Дантовского года, я снова услышала звук итальянской речи, побывала в Риме и на Сицилии. Весной 1965 года я поехала на родину Шекспира, увидела британское небо и Атлантику, повидалась со старыми друзьями и познакомилась с новыми, еще раз посетила Париж. Я не переставала писать стихи. Для меня в них связь моя с временем, с новой жизнью моего народа. Когда я писала их, я жила теми ритмами, которые звучали в героической истории моей страны. Я счастлива, что жила в эти годы и видела события, которым не было равных. 1965 Анна Ахматова. Про. Дому. Суа. Неизбежно, что каждый, уехавший из России, увез с собой свой последний день. Уехавшие в 1990-е до сих пор балуются играми в СССР. Уехавшие после 6 мая 2012-го вряд ли надеются на скорую победу Ахматовой над Сталиной. Вера и оптимизма в 10-е годы 21-го века в разы поубавилась, чем столетием ранее. И это тоже мысль и чувство наших дней. Но есть люди, которые чувствуют весну с Рождества. Есть поэмы без героя, Ахматова, Мандельштам. И с ними стихи доктора Живага, Цветаева, Пастернак. Тогда отступают и мысль, и чувства. И в кавкианской реальности обморока и вечной тревоги остается один парадокс. Вера и упование. Мироощущение, которое ни за что не доступно творцам карцера и послушным инстинкту имперским подданным. Есть люди, которые чувствуют весну с Рождества. С ними связано много радостного и чудесного. Из записных книжек Анны Ахматовой. Сегодня, 31 декабря 65-го, был у меня медведь. Из Ленинграда ему сообщили, что случилось нечто беспримерное. Рабочие отказались разбирать набор бега времени. И он печатается второй раз. Я спросила, получила ли она еще письмо от мальчика из злодейного поля. Да, и прекрасное. Вот что значит великая страна после такого гноя, крови, смрада, мрака. И приходят такие мальчики. От них все скрыли, а они все нашли. И откуда приходят из злодейного поля. Память. Из беседы с Лидией Корнеевной-Чуковской. 22 марта 1964 года. Памяти Ахматовой. Стелил я нежную постель, луга и рощи обезглавил. К твоим ногам прильнуть заставил сладчайший лавр, горчайший хмель. Но марта не сменил апрель на стражи росписи и правил. Я памятник тебе поставил на самой слезной из земель. Под небом северным стою, пред белой, бледной, непокорной, твоей высотою горной. И сам себя не узнаю. Один-один в рубахе черной, в твоем грядущем, как в раю. Август 1968 Арсений Тарковский В российской истории, плутающей лабиринтами карцерной дисциплины, всегда непросто было разобрать, удаляется ли гроза или только еще приближается. Мастер выразительного диалога Чуковская, одну из своих фотографий Анна Ахматова называла «Я зарабатываю постановление». А применений, как называлось это в эпоху Александра Пушкина, было к ней предостаточно. «Да чего же надоели мне эти проклятые дураки? Это средостейние между народом и его великим поэтом», восклицала Лидия Чуковская. «Редактору дают в руки нового медного всадника, а он кабеница. И что в поэме без героя может понять Кожевников? Сколько бы раз он ее не читал, он будет читать ее слева направо, справа налево, производя единственную работу, на которую он способен – циск. Он будет выяснять, не спрятан ли где-нибудь под новогоднюю маску и гумилев. Не найдет, но на всякий случай не напечатает». Лидия Чуковская «Записки» 29 декабря 1962-го. «В поэзии всегда война. Усталость, скука, раздражение, ничего другого не вызывают уже применение наследников третьего отделения. Последствия культа личности в сущности такие же бессодержательные слова, как враги народа. Вот приговор, и сразу слезы хлынут. Ото всех уже отделена, словно с болью жизнь из сердца вынут, Словно грубо навзничь опрокинут, но идет, шатается, одна. Вот это содержательно. Читатель вспомнит себя, свои заблуждения, свое горе и сразу слезы хлынут. Он оплачет этими слезами и себя, и погибших. «Такой силищей», – отмечает Лидия Чуковская, – «не обладала молодая Ахматова». Записки 4 марта 1962 года. Стихи звучали непрерывно, наступая друг на друга, торопясь и наскакивая, как по вдохновению, в апогее. Не стращай меня грозной судьбой и великою северной скукой, Нынче праздник наш первый с тобой, и зовут этот праздник разлукой. Ничего, что не встретим в зарю, что луна не блуждала над нами, Я сегодня тебя одарю небывалыми в мире дарами. Отражением моим на воде, в час, как речки вечерней не спится, Взглядом тем, что, подучи и звезде, не помог в небеса возвратиться, Эхом голоса, что изнемог, а тогда был и свежий, и летний, Чтоб ты слышать без трепета мог воронья подмосковного сплетни, Чтобы сырость октябрьского дня стала слаще, чем майская нега, Вспоминай же, мой ангел, меня, вспоминай хоть до первого снега. 15 октября 1959. Ордынка. Ярославское шоссе. Она читала, будь то невероятную, немыслимую, сверхгениальную родную землю, Будь то очень глубоко и очень умело спрятанные в поэме без героя обрывки реквиема, Иногда задыхаясь, с усталостью, уже даже не предсмертной, а посмертной, Иногда с торжеством, с освобождением, а голос совсем такой, как прежде. Знаешь, я годы жила в надежде, что ты вернешься, и вот не радашь, Мне ничего на земле не надо, ни громов Гомера, ни дантова Дива, Скоро я выйду на берег счастливым. Стихи звучали, как звучали всегда, Так же, как в замке Урсино на вручении итальянской премии Лучшему зарубежному поэту в 1964. Она читала по-русски голосом, который напоминал о далекой грозе, Причем нельзя было понять, удаляется ли эта гроза, Или только еще приближается. Ее темный, ракучущий голос не допускал высоких нот. Первое стихотворение было короткое, очень короткое. Едва она кончила, поднялась буря оваций, Хотя, не считая нескольких русских, никто не понимал ни слова. Она прочла второе стихотворение, которое было длиннее на несколько строк, И закрыла книгу. Не прошло и десяти минут, как ее чтение, Акт милости, оказанной всем, окончилось. Взволнованно благодарил ее Вигарелли, Взволнованно благодарил он Гаретти, Взволнованно рукоплескали все, Аплодисменты не умолкали долго. После этого присутствовавших поэтов Попросили прочесть стихи, посвященные Анне Ахматовой. Один поэт за другим подходил к ее стулу И читал свое стихотворение, Обращаясь к ней и к публике. И каждый раз она поднимала голову, Смотрела налево, вверх или назад, Туда, где стоял читавший, И благодарила его любезным кивком каждый раз, Будь то английские, исландские, Ирландские, болгарские или румынские стихи. Все происходившее напоминало, Пусть простят мне это сравнение, Новогодний прием при дворе монархини. Царица поэзии принимала поклонение Дипломатического корпуса мировой литературы, Причем от выступавших здесь дипломатов Не требовалось вручение верительных грамот. Потом кто-то сказал, Что Анна Ахматова устала, И вот она уже уходит. Высокая женщина, На голову выше всех поэтов среднего роста, Женщина, подобная статуя, Которую разбивалась волна времен С 1889 года и до наших дней. Видя, как величественно она шествует, Я внезапно понял, Почему в России время от времени Правили не цари, а царицы. Рихтер Эвтерпа с берегов Невы Наследница От царско-сельских лип Кушкин Казалось мне, что песня спета Среди этих опустелых зал, О, кто бы мне тогда сказал, Что я наследую все это? Фелицу, лебедя, мосты И все китайские затеи, Дворца, сквозные галереи И липы дивной красоты, И даже собственную тень, Всю искаженную от страха И покаянную рубаху И замогильную сирень. 20 ноября 1959 Ленинград Красная конница Я прихожу к убеждению Все более и более, Что история литературы Это такие все мнимости Из беседы с Лидией Корнеевной-Чуковской 22 марта 1964 года Все три поколения присяжных решили Виновна она Вздор, вздор, вздор От такого вздора Я седою сделаю скоро Или стану совсем другой Затем, припомнив, Что Виктор Ефимович Сказал недавно В похвалу кому-то Это настоящий Гарун Аль Рашид Анна Андреевна произнесла целую речь На свою любимую тему О бессмысленности Малвы людской Одни делают всю жизнь Только плохое А говорят о них все хорошо В памяти людей Они сохраняются как добры В исторических случаях Никакие поправки Не помогают Никогда Вот Виктор Ефимович Помянул Гаруна Аль Рашида Он, видит ли, добрый Он спасал бедных и прочее Все неправда Он был на самом деле злодей Вешатель Это установлено Но уже ничего нельзя изменить Тоже с Лукрецией Борджио Только наоборот Я читала книгу В которой фактами доказано Что она не была Ни отравительницей Ни развратницей Но ведь это не помогло Ее памяти Нисколько По дороге домой Я размышляла О ее словах Почему так В самом деле Думаю потому Что художество Сильнее всего У Герцена Где-то написано Люди гораздо Больше поэты И художники Чем думают О Гаруне Аль Рашиде О Лукреции Борджио Созданы сказки Легенды Сказку Исследованиями И фактами Не переборешь Она все равно Сильнее Разве что Новой сказкой Лидия Чубковская Записки Об Анне Ахматовой 10 мая 1955 года Из записных книжек Анны Ахматовой 1960 год И если поэзии Суждено цвести В 20 веке Именно на моей родине Я смею сказать Всегда была радостной И достоверной Свидетельницей И я уверен Что еще и сейчас Мы не до конца знаем Каким волшебным Хором поэтов Мы обладаем Что русский язык Молод и гибок Что мы еще совсем Недавно пишем стихи Что мы их любим И верим им Решка Жасминный куст Где Данте шел И воздух пуст М.К Мой редактор Был недоволен Клялся мне Что занят и болен Засекретил свой телефон И ворчал Там три темы сразу Дочитав последнюю фразу Не поймешь Кто в кого влюблен Кто когда и зачем Встречался Кто погиб И кто жив остался И кто автор И кто герой И к чему нам сегодня Эти рассуждения О поэте И каких-то призраков Рой Я ответила Там их трое Главный был Наряжен верстою А другой Как демон Одет Чтоб они Столетием достались Их стихи За них постарались Третий прожил Лишь двадцать лет И мне жалко его И снова Выпадало За словом слова Музыкальный ящик Гремел И над тем Флаконом Надбитым Языком Кривым И сердитым Яд неведом Пламенел Погода Для ноября Неожиданно теплая Вышла Анна Андреевна Ступила с крыльца На землю И вдруг заметила Что на вербе На букле Собираются Распускаться Почки Она протянула К ним руки Словно хотела Обнять И обрадовалась Им И пожалела Их Бедные Глупые Когда вздумали Распускаться Завтрашний мороз Их убьет Сняла перчатку Погладила ладонью Серый пушок Потом тяжело Оперлась на мою руку И мы пошли Она в теплом Грубошерстном Платке Сделает Три шага И остановится Одышка Я чуть-чуть Свободнее Развязала Узел у нее Под подбородком Пошли дальше Одышка Все равно Хотя она И опирается Левой рукой На меня А правой На палку Тяжелая Задыхающаяся Старая Господи Как же она Поедет в Рим Наконец Шагов через двадцать пять Мы ступили На асфальт На озерную Анна Андреевна Снова задохнувшись Совсем Развязала платок Теперь вы идите домой Приказала она А я буду стоять И глядеть вам вслед Вот тебе и прогулка Жестокий она человек Как же уйти Не зная Доберется ли она До дому благополучно Я умоляла ее Разрешить мне Проводить ее До крыльца Расспрашивала Заболело ли у нее сердце Предлагала Нитроглицерин Она у меня всегда с собой Что случилось Почему мне нельзя Проводить ее Раз у нее одышка И ей так трудно двигаться Каково мне сейчас Бросить ее И уйти Нет Стоит непреклонно Спокойным ровным голосом Повторяет Вы идите А я буду смотреть вам вслед Я не знала Чего вам не было больше Покорности Жалости Или злости Стихи на нее нахлынули И мое присутствие Мешает им Так и сказала бы А во сне Все казалось Что это Я пишу для кого-то Либретто И отбой от музыки Нет А ведь сон Это тоже вещица Софт-эмбаумер Синяя птица Эльсинорских террас Парапет И сама я была не рада Этой адской Орликинады Издалека Заслышав Вой Все надеялась я Что мимо Белой залы Как хлопья дыма Пронесется Сквозь сумрак Вой Анна Ахматова Поэма без героя Я пошла Пошла от нее Прочь По озерной По озерной Шла быстро Легко Оглянулась Анна Андреевна На том же месте И когда я оглянулась Она подняла палочку И помахала мне Ею Вернуться Нет Я уходила все дальше И каждые 10 шагов Оборачивалась И каждый раз Как я оборачивалась Анна Андреевна Поднимала палочку И махала мне Ею Вот я иду Иду Оборачиваюсь А она кажется Мне все меньше Меньше Вот уже и совсем маленькая Вдали Вот я уже не отличаю Ее платка от пальто Но палочка поднимается И я вижу Поднятый взмах Что это? Прощание? Прощение? Благословение? Сижу у себя Записываю эти строки В Комарова Мы увиделись Сегодня в последний раз Покаюсь перед собой Все эти дни Я где-то глубоко в душе Тайком от самой себя Обдумывала А не спросить ли Что случилось тогда В Ташкенте За что она на меня Рассердилась Теперь я рада Что ума хватило Не спрашивать Не взбалтывать Пусть навсегда Теперь и останется Она в моей памяти Такую Как час назад Там вдали Непонятная Большая И издали кивающая Мне своей палочкой Прощание? Прощение? Лидия Чуковская Записки об Ане Ахматовой 16 ноября 1964 года И тогда Из грядущего века Незнакомого человека Пусть посмотрят Дерзко глаза Два дня спустя Подруги созвонились И простились Теперь уже надолго Я буду вспоминать Наши беседы В Комарове Любезно произнесла Анна Андреевна И помолчав И шумно подышав Трубку Добавила Как вы шли По лесной дороге А я смотрела Вам след Подражание Кавки Другие Уводят Любимых Я с завистью Вслед не гляжу Одна На скамье Подсудимых Я скоро Полвека Сижу Вокруг Пререканья И давка И приторный Запах Чернил Такое Придумывал Кавка И Чарли Изобразил И там В совещаниях Важных Как в цепких Объятиях Сна Все три Поколенья Присяжных Решили Виновна Она Меняются Лица Конвоя В инфаркте Шестой Прокурор А где-то Чернеет От зноя Огромный Небесный Простор И полное Прелести Лето Гуляет На том Берегу Я это Блаженное Где-то Представить Себе Не могу Я глохну От зычных Проклятий Я ватник Сносила Дотла Неужто Я всех Виноватей На этой Планете была 1960-й 3 марта 1961-го Комарова ПЕСНЯ 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 СПЕСНЯ ПЕСНЯ СПЕСНЯ Темнее Дорога Приморского Сада Желтым Желтым До утра Нарин Я очень Спокойный Но только Не надо Со мной О любви Говори Говори Я нежный И верный Мы Будем Друзья Гулять Слова За Старе И Легкие Месяцы Будут Над нами Как Снежные Звезды летят ПЕСНЯ СПЕСНЯ ПЕСНЯ Дорога Приморского сада ПЕСНЯ Жил ты до утра, наим. Я очень спокойный, Но только не надо со мной о любви говорить. Субтитры создавал DimaTorzok